Девчонка с косичками За несколько лет ее талант уже был очевиден лучшим педагогом страны. Еще шла война. Семья жила в эвакуации в Караганде. Аля мечтала учиться в столице и пригрозила родителям. Если меня не отвезут в Москву, уеду сама, договорюсь с летчиками. Родители уступили. Ну хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце? Вы говорите об этой фразе? Да, да. Хорошо, я и справлюсь. В Москве ее ждали музыкальная школа, консерватория, аспирантура и, наконец, самая важная в жизни встреча с Николаем Добронравовым. Они напишут первую песню «Лодочка моторная» и Николай Николаевич потом скажет. На этой лодочке мы отправились в плавание по жизни. Почти все ее мелодии написаны под слова Добронравова. Сейчас по их песням можно изучать историю нашей страны. Мы как бы буквально не можем оторвать одно от другого. Музыку от текста, текст от музыки. Нет такого жанра, в который она бы не внесла свой вклад, и чтобы этот вклад не был блистательным, совершенно уникальным. Творческий дуэт Пахмутовой и Добронравова мог создать хит на любую тему. Из путешествия по Сибири по комсомольским стройкам супруги привезли целый цикл романтических песен «Таежные звезды». Наш папа Александра Николаевна и Николай Николаевич, они полетели в Сибирь, и там как раз начали строить ВЭП-500. И когда они летели обратно уже на вертолете, Николай Николаевич выдал экспромтным стихотворение. Александра Николаевна напела буквально сразу мелодию, и получилось так, что папа наш Юрий Владимирович Тарсуев в вертолете был самым первым исполнителем этой песни «Лэп-500». Своих орлят супруги написали прямо на морском берегу, в палаточном городке, без рояля. Так сложилось, что наша детская комната была прямо над роялем Александра Николаевна. Несмотря на то, что дом сталинский, у нас достаточно хорошая звукоизоляция, но когда творят гении, это слышно, хочешь, не хочешь. Поэтому тут нескромно скажу, мы, наверное, одни из самых первых слушателей большинства произведений Александра Николаевна, честно говоря. Знаменитую нежность публика приняла не сразу. На премьере, как вспоминала ее первая исполнительница Майя Кристалинская, в зале было слышно лишь несколько вежливых хлопков. Но певица продолжала включать ее в свои концерты. И вот однажды нежность услышала Татьяна Лиознова. «Песня меня захватила», призналась тогда режиссер. И под нее она начала придумывать историю любви. Так родился фильм «Три тополи на плющихе», а нежность стала всесоюзным хитом. Пахмутова делала биографию любому артисту эстрады. Ее песня – это «Визитка», это визитная карточка. Чтобы был Магомаев, ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Пьеха, Толкунова, советской эпохи. Все Пахмутова, она буквально всех обеспечила замечательным репертуаром. Кстати, не надо думать, что советская власть не критиковала песни Пахмутовой и Добронравова. Помните, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Песня и сегодня многим нравится. А на первом прослушивании чиновники были в ярости. Назвали композицию бешеной. Особенно не нравились барабаны. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Все мы выросли на песнях Пахмутовой и Добронравова. Нежность, хорошие девчата, беловежская пуща, команда молодости нашей, трус не играет в хоккей, старый клён. Все они прекрасны и любимы нами. Но среди почти полутысячи композиций есть одна совершенно особенная. Это Надежда. Она сразу стала гимном советских космонавтов. Она и сегодня частенько звучит на МКС, помогая преодолевать неземные трудности и перегрузки. Но и на Земле она всем помогает любить и надеяться. Надежда, мой Бог от земной, а удача, награда, засмелость. А песни довольно одной, что только о том нет, в ней пела. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ